здравствуйте уважаемые коллеги сегодня я попробую рассказать о двигательную системы мозга и про движение про его изучение и в принципе когда я начал в общем-то готовить эту лекцию то стало понятно что в общем то рассказать все это в рамках одной лекции как совершенно нереально поэтому это будет некоторая такая может быть ознакомительная лекция по сути дела как некоторые наверное набор ключевых слов которые можно будет потом посмотреть подробнее изучить где-то может быть коллеги меня захотят дополнить или что-то поправить тем не менее давайте мы начнем значит движение у человека я думаю что основном все таки я буду говорить это применительно к человеку чтобы совсем уже не выходить какие-то разумные рамки обеспечивается мышцами и соответственно существует внутри основных вида мускулатуры у человека собственно первое тип это скелетные мышцы которые образованы длинными клетками здесь показано так здесь вот показана показана фотография так такой клетки она также называется поперечной полосатой за характерного такого полосатого окраса на микроскопических снимках эти клетки достаточно протяженные и каждая клетка определяет одно мышечное волокно у них есть много ядер и собственно они контролируются нервной системы и обеспечивают том числе и целенаправленные движения поддержание позы также существует гладкая мускулатура клетки которые гораздо меньшего размера одно имеют или два ядра часто они связаны электрически для того чтобы обеспечивать синхронное сокращение регулируются они автономной нервной системой и как правило регулируют они диаметр просвета кровеносных сосудов регулируют пищеварительный тракт просвет органов выделения ну в данном случае мы на них не будем останавливаться также есть отдельно выделяют сердечную мускулатуру соответственно эти клетки тоже соединяются электрические часто и обеспечивают постоянные ритмические сердечные сокращения вот если вести речь о скелетной мускулатуре то здесь представлена некоторая схема эти клетки идут параллельно в составе мышц и соответственно они прикрепляются при помощи сухожилий к скелету и сократительная часть их составляет брюшка мышцы которая собственно и развивает усилия соответственно развитие усилия мышечной клеткой происходит за счет в обмышцами за счет пучков мышечных волокон и каждая клетка это называемая миоцитом она содержит параллельно идущие органеллы неофибрилы которые разбиты на компартменты такие вот части которые называются саркомерами и они разделяются при помощи за дисков на такие вот части которые как раз видны в электронный микроскоп и соответственно к этим з-дискам прикрепляются оптиновые нити это называются они микрофиламенты тонкие нити и толстые филаменты образуются молекулами миозина в принципе здесь показан собственно основной принцип работы такой сократительной единицы когда начинается относительное движение оптиновых и миозиновых нитей так называемая теория скользящих нитей которая притягивает как будто эти красные части друг другу вот эта часть темная образована толстыми филаментами называется эй диском на потому что на самом деле когда эти волокна изучали под микроскопом она обеспечивала части просто они затроп на россии не света а часть соответственно слова изотропный более светлое это часть которая часть которая составляется активными нитями не пересекается с толстыми филаментами соответственно если рассмотреть это дело подробнее то сокращение происходит за счет того что существует у толстых филаментов миозиновые головки которые прикрепляются к активным нитям и соответственно сдвигают как я уже сказал две части друг относительно другу собственно размер вот этих нитей длинной части и ай части при этом не меняется меняется этот просвет между ними то есть но понятно что они тут тоже не висят воздухе и толстые филаменты прикрепляются также за диском при помощи тенина и у них существует еще линия образованная средняя линия образованная белками которые удерживают толстые филаменты в едином пучке при этом сокращение обеспечивается за счет того что эти как я уже сказал миозиновые головки прикрепляются к активным нитям и механизм этого прикрепления регулируется локальной концентрации кальция при отсутствии кальция его малой концентрации активные нити вот места связывания с миозиновыми головками скрыто белком тропомиозином который так вот проходит параллельно этой нити и примерно периодических участках существует белок тропонин который когда к нему когда когда он связывается с кальцием сдвигать тропомиозиновые нити высвобождаются места связывания и вот головки миозина прикрепляются к активной нити сократительный цикл выглядит при этом так что вот когда миозиновая головка прикреплена к актину к ней присоединяется атф и соответственно присоединение атф позволяет активно отодвинуть эту головку происходит гидролиз атф и продукты гидролиза остаются на короткое время присоединяются каталитическим центром это обеспечивает изгиб вот этой вот головки вперед потом соответственно фосфат отсоединяется и головка опять прикрепляется но уже дальше ближе к диску соответственно происходит такое вот смещение и при этом цикл возвращается к первому шагу соответственно если имеется достаточно локальная концентрация кальция это место было открыто и соответственно если есть атф то этот цикл может повторяться при этом этот процесс он тоже стахастический то есть все эти головки они двигаются таким образом несинхронно и часть из них прикреплена к активным нитям поэтому отсоединение этого не один а полностью не происходит таким образом двигается соответственно смещается вот эту вот конструкция сторону за диска за диск получать два соседних за диск приближаются друг другу соответственно это происходит за счет того что параллельно вот этим вот саркомером в клетке находится система продольных трубочек которая хранит в которой собственно хранится кальций сама мембрана мышечной клетки она не есть часть такая система трубочек которые заходят близко подходит близко к саркомером и сама мембрана она имеет большое количество потенциал зависимых натриевых калиевых каналов и соответственно вместе называемый концевой пластинкой когда приходит сигнал от нейрона который нервирует мышцу даже не небольшой поляризующий потенциал способен вызвать потенциал действия на мембране мышечной клетки который распространяется заходит систему этих вот поперечных трубочек и там открываются специальные рецепторы которые приводят тому что коактивация рецепторов дигидроперидина и риандинового рецептора на собственно саркоплазматическом ретикулами приводит к выходу кальция при этом на самом деле кальций выходит достаточно быстро но сразу же включаются насосы которые это кальций пытаются вернуть обратно саркоплазматический ретикулом и здесь вот этот синим показан как раз 3 тип который достаточно близко находится вот этим поперечным трубочкам и видно что он ну вот эти насосы они могут работать на протяжении всего саркомера и быстро возвращают концентрацию кальция к исходному состоянии при этом нужно отметить что такой процесс значит за счет чего будет происходить усиление сокращения мышцы поскольку концентрация кальций высвобождается в общем то максимально возможно то по сути дела и сразу же забирается обратно то по сути дела сила сокращения мышцы она определяется частотой вызванных потенциалов максимальная частота при этом соответствует рефракторному периоду соответствующих каналов и соответственно чем чаще приходит возбуждение возбуждается соответственно ацетилхолином чем чаще приходит возбуждение тем сильнее сокращается мышцы за счет соответственно суммации вот этих процессов и поддержания концентрации кальция достаточно для того чтобы сокращение происходило в отсутствие кальция при уменьшении мышцы расслабляется и приходит в соответственно исходное состояние как уже отмечалось иннервируются мышцы вот нейронами и соответственно сами вот эти вот миоциты которые обеспечивают усилия находятся в так называемых экстрафузальных волокнах также в мышцах присутствуют интерфузальные волокна это мышечные берите она так называемые которые обеспечивают собственно говоря сенсор информацию от их работы при этом волокна генерирующие усилия иннервируются альфа-мот нейронами гамма-мотонейроны иннервируют волокна находящиеся внутри этих веретен таких вот соединительных капсул и при этом от этих вот веретен соответственно отходит сенсорные нейроны и значит эти волокна вот эти вот берите он они соединяются параллельно по сути дело с экстрафузальными волокнами и их как бы длина регулируется как раз гамма-мотонейронами поддерживая их во первых в том что называется в том все чтобы они могли не провисали и реагировали на деформацию и при этом собственно гамма-мотонейроны могут еще и модулировать ответ сенсорных нейронов в ответ на сокращение мышцы и таким образом участвовать в петлях обратной связи следует отметить что как в один мотонейрон здесь на схеме нарисовано что он иннервирует одно волокно на самом деле он иннервирует большое количество мышечных волокон и вот эта группа мотонейрон и иннервируемый им волокна они составляют то что называется motor unit двигательную единицу и действуют они синхронно собственно мотонейроны они сами находятся в спинном мозге и при этом их аксоны достаточно длинные выходят мышцам и их иннервируют соответственно альфа и гамма мотонейроны они иннервируют волокна только одного типа то есть акстрофузальные либо вот волокна входящие в мышечные веретена а также существует еще бета-мотонейроны которые достаточно быстро передает сигнал и они иннервируют еще могут иннервировать оба типа волокон соответственно так вот устроена мышечное веретено они иннервируются во-первых милинизированными волокнами типа 1 а которые могут обматываться вокруг клетки и соответственно также могут иннервироваться это цепочные ядерные клетки могут иннервироваться тонкими волокнами типа 2 также параллель последовательно с мышцы сухожилии присутствует так называемый орган больше которые иннервируются волокнами 1b и он соответственно участвует также в сенсорных центр информации которая приходит от мышцы и создает вместе с мышечными веретенами то что называется проприоцепции то есть проприоцептивной чувствительности мышечный веретен плотность разная в разных мышцах и как правило она тем больше чем более в более тонкой моторике участвует соответствующий мускул то есть вполне может оказаться так что для более мелких мышц имеется более плотная более высокая плотность таких вот мышечных веретен соответственно сами эти веретена и сухожильные органы они работают как рецепторы растяжения соответственно поскольку мышечные веретена расположены параллельно к мышцам то они в основном реагируют на ее длину на изменение ее длины и как бы вот мышечные веретена соответственно первого типа они регистрируют изменение длины этой мышцы а вот волокна второго типа относят к регистрации ну как бы то есть мышечные веретена 1а они волокна они больше соответственно регистрируют как бы динамические характеристики мышечного сокращения в время как волокна 2 они больше регистрируют чувствительны к собственно самой длине этой мышцы то есть более соответственно несут стать информацию о статике а органы больше сухожильные поскольку соединены последовательно они на самом деле несут информацию об усилии и реагируют на по сути дела то есть это усилие которая развивается мышцы значит в норме если рассмотреть зависимость собственно максимально процентов максимального усилия развиваемого отдельным саркомером ну и соответственно это можно перенести на всю мышцу в физиологическом диапазоне работа и и близко к оптимуму и соответственно здесь есть зависимость от взаимного расположения активных и миозиновых нитей того усилия которое может развивать мышца соответственно для значит ну мышца да и она развивает линейные усилия при этом для того чтобы обеспечивать движения какие-то сложные вообще говоря у человека кинематика определяется суставными углами и для того чтобы обеспечить вот собственно крутящий момент в суставе это обеспечивается как раз за счет позиции и собственно говоря точек прикрепления мышц скелет то есть получается что присутствует некоторый рычаг также могут иметь сухожильные петли которые удерживают как бы мышцу обеспечивают ей так сказать то чтобы она не отклонялась сильно ни в одну ни в другую сторону другой соответственно вот эти вот рычаги обеспечивают как раз крутящий момент относительно ну некоторые такой виртуальной точки вращения которое собственно говоря и обеспечивает изменение суставного угла в принципе поскольку мышцы активно именно сокращаются работа по соответственно установление желаемого суставного угла обеспечивается мышцами антагонистами но здесь приведен рисунок некоторые модели о которые я потом еще может быть скажу именно ну скажем вот здесь плечевой локтевой сустав и показаны так называемые мышцы антагонисты которые собственно говоря сокращение и расслабление которых обеспечивает в принципе желаемую позицию по какой-то из степеней свободы этой системы то есть мышцы работают системно и присутствуют мышцы антагонистические за счет этого как раз и достигается управление и желаемая позиция тех или иных соответственно тех или иных суставов в принципе существуют модели для того чтобы вычислить как бы силу сокращение мышцы и такая основная модель она представляет собой как раз мышцу в виде сократительного элемента некоторые последовательно соединенные с ним пружины которые включают сюда и значит части соединительной ткани которые объединяют мышечные волокна сухожилия и также параллельный элемент который тоже учитывает всевозможные эластичные свойства оболочек и параллельно идущих антрофузальных волокон которые принципе хотя и не сокращаются активно под действием гамм нейронов но большое усилие не вкладывают тем не менее в эту модель их вводят и собственно сокращение вот этих двух элементов описывается закон для пружины а вот сокращение сократительного элемента который генерирует усилия описывается моделируется так называемым законом хила который зависит от собственно активации в мышечном волокне и некоторые функции которая зависит от скорости изменения длины мышцы но в данном случае предложено было в одной из работ функция такого вида в которой есть собственно говоря свободные два свободных параметра и остальные как бы вычисляются по ним и вид этой функции здесь вот приведен он как раз близок к тому что собственно говоря к тем измерениям которые хилл в своей статье приводил и на самом деле вот эту модель с одной стороны критикуют за избыточную сложность а с другой стороны существует ее вот такая обширная критика за некоторую простоту что она не учитывает многие факты но тем не менее вот этот закон часто используется для как раз моделирование мышечных усилий соответственно если вести речь о том какие-то базовые регуляции присутствуют двигательные системы то первое конечно есть рефлекторные петли которые проходят через спинной мозг и задействуют альфа-дамо-мортонейроны и соответственно сенсорные нейроны которые реагируют на мышцы ну теперь рефлекс это пример рефлекс на растяжение когда соответственно ну значит если коленный рефлекс если скажем ударить по колену то получится так что система распознает будто бы произошло растяжение мышцы и соответственно попытается его скомпенсировать за счет соответственно работы мышц антагонистов сгибателя и разгибатель в принципе здесь следует отметить что как бы принципе существуют спинномозги центральный генераторных паттернов и они эти паттерны генераторы обеспечивают локомоцию шагательные движения но при этом они конечно сильно модулируются активностью уже соответственно высших отделов мозга вот соответственно да здесь приведен также пример того как сокращение сгибательной мышцы активирует орган боджа который соответственно через вставочные интер нейроны обеспечивают расслабление мышцы антагониста то есть происходит сгибание и соответственно расслабление разгибателя то есть по сути дела пример так называемый перецепропной иннервации то что касается вот эти вот значит это мотонейроны так называемые нижние мотонейроны которые непосредственно управляют движениями мышц они иннервируются по сути дела связанные с высшими отделами мозга при помощи так называемых верхних мотонейронов которые образуют несколько трактов ведущих мозга уже собственно говоря спинной мозг и образующих связи с мотонейронами управляющими мускулатурой основные тракты это пирамидные тракты они начинаются пирамидных нейронов пятого слоя коры и в принципе начинаются они естественно в первичных моторных областях это более четыре по бродману в областях первичной сама сенсорной коры это если первичная моторная кора передний край центральной борозды это то задний край центральной борозды это как раз первичная сама сенсорная кора также выходят тракты из дополнительной моторной области из примоторной коры и есть данные что выходят нейроны передней теменной дольки поясной избили и тоже попадают в этот тракт на самом деле это пирамидный тракт неоднородный там есть много еще его частей есть кортиковый бульварный тоже пирамидный тракт который отсоединяется на уровне моста и по сути дела участвует в контроле мышц лица шеи и головы соответственно вот этот моторный кортико спинальный тракт его большая часть она переходит на контролатеральную сторону и формирует как бы латеральный кортико спинальный путь который в общем-то как раз мышцы конечности и по простому говорите как раз обеспечивают произвольные движения соответственно часть аксонов формирует передний путь и он билатерально иннервирует на нейроны которые контролируют аксиальную мускулатуру соответственно обеспечивают участвует поздной регуляции и и соответственно вот то что существуют связи здесь от сенсорной коры позволяет говорить о том что на самом деле этот тракт участвует еще и в модуляции восходящей сенсорной информации то есть некоторая активная ее модуляция тоже может здесь происходить эти вот кортико спинальные тракты являются возбуждающими с гламартергическими связями и они возбуждают как альфа-мод нейроны так и гамма-мод нейроны соответственно вот аксоны берущие начало сомато сенсорной области они также могут находиться на на тормозные интер нейроны соответственно за счет этого происходит раз модуляция сенсорной информации в принципе в в кортико к этому тракту к нисходящему тракту подключаются и входы от значит других уровней не только от значит вот первичных моторных областей сюда входит и соответственно пути которые регулируют движение глаз есть пути которые идут от вестибулярного аппарата и соответственно способствует стабилизации головы и обеспечивать ее позицию при походке соответственно существует также экстрапирамидный тракт который является частью более древней двигательной системы и он соответственно обеспечивает ну также дополнительную модуляцию движений и при этом напрямую он не иннервирует мотонейроны ну также следует отметить что вот напрямую мотонейроны не иннервируются ножичком и базальными ганглиями но при этом эти структуры очень активно участвуют в модуляции движений и участвуют в двигательном обучении соответственно существуют многочисленные связи между корковыми областями базальными ганглиями и ножичком и эти связи обеспечивают ну участвуют практически во всех двигательных раках интерес вот к трактам которые идут на ипсилатеральную сторону тем частям спинальных трактов которые не переходят на контрлатеральную сторону сейчас обусловлен еще и тем что существуют данные о том что вот эти вот тракты могут участвовать восстановление двигательной функции как раз которая нарушилась после поражения областей контролутеральных и существует большой интерес к тому могут ли эти пути как-то быть задействованы или являться целью реабилитации для того чтобы движение восстановить то что касается организации корковых областей которые участвуют в собственно движение то здесь есть достаточно много моделей и принципе вот интересно модель которая включает значит понятно что само движение оно может запускаться на высшем уровне из двигательной коры и соответственно но понятно что это движение его планирование обеспечивается достаточно широкой сетью корповых областей и в принципе получается предложена схема которая показывает участие и дополнительной моторной области при моторной коры и теменных областей вот в соответствии собственно целенаправленного движения если здесь рассматривать ее как бы так попроще то получается что намерение совершить движение она возникает где-то может быть регистрирована за одну или полторы секунды до самого собственного движения при этом как бы получается так что это движение планируется планируется в значит само движение так сказать может планироваться в области предклиния и соответственно соответственно сейчас чуть я тут запутался я не собственно разделение как бы вот намерение то есть существует как бы вот высшие ассоциативные зоны вот в теменной называется пи-пи-си до то есть это портекс существует как бы во фронт в фронтальных зонах может генерироваться намерение совершить движение потом вот вот пи-пи-пи-си происходит интеграция сенсорной информации выработка как бы того плана движения которое будет осуществляться но в плане каком вот если простимулировать эту область что было сделано на пациентах с оживленными электродами то пациенты как бы говорили о том что ну вот у них появлялось осознание того что они уже совершили это движение при этом никакого возбуждения там моторной коры и никакого движения никакой сенсорной информации не регистрируется фактически генерируется некоторый план движения и составляется его как бы сенсорная копия которая потом поступает соответственно в соответственно при моторную кору и там и в дополнительную моторную кору где собственно говоря генерируется последовательность действий и уже вот возбуждение дополнительной моторной коры оно ну как бы оно снимает как сказать ну то есть его если простимулировать в этот момент то у человека возникает как бы уже осознанное побуждение к действию но при этом он не считает что он это действие совершил и соответственно дополнительная моторная кора считается что она как раз снимает растормаживает собственно уже первичную моторную кору при этом это происходит с участием таламических ядер и уже после этого происходит как бы двигательная команда то есть здесь я просто хотел показать интересные данные насчет вот этой ну париэтальной коры которые говорят о том что там может уже как бы хранится некоторый такой план действия которые не требует по сути дела картины движения которые не требуют активации первичных как бы моторных или самосенсорных областей и не требуют как бы команды двигателей при этом как будто это взаимодействие париэтальной коры и при моторной и дополнительной коры ну то есть как бы от затылка ну это затылок конечно теменных областей вперед и как бы потом моторную кору оно довольно я пропущу оно довольно часто наблюдается при анализе данных ФМРТ и вот в данном случае интересна работа которая проанализировала где-то тысячу записей различных экспериментов с участием как здоровых испытуемых так и пациентов и которая включала ФМРТ исследования ПЭТ исследования значит и они отбирали те статьи в которых были доступны индивидуальные карты индивидуальные координаты в каком стандартном пространстве МНИ и они сравнивали три парадигмы ну во первых собственно выполнение движения при этом они включали туда еще и и движение руками движение языком соответственно движение еще и ног то есть не делали какой выбор каких-то конкретных движений сюда же включали работы с наблюдением за движением и работы по кинестетическому воображению движений и что отмечается что в общем то отмечается как раз активация вот этой вот обширной собственно говоря сети областей мозга которая естественно включает сюда и первичные моторные и самотосенсорные области также она включает сюда и нижнюю теменную дольку и значит вот как раз области париэтальные дополнительную моторную коррупцию моторные области и вот ряд кластеров подпорковых структур таламус и активацию в мышечке при этом схожие активации наблюдались и при наблюдении движений и при воображении движений ну вот при этом они отмечают что соответственно вот наблюдение движений оно как раз ну в меньшей степени гораздо реже включало активацию подпорковых структур за счет ну на основе этого они делают вывод что как бы вот то та система которая включается наблюдение движений которую в общем то относят к системе зеркальных нейронов которую собственно у обезьян это было открыто на работах по нейронным отведениям то у человека конечно получается что данных по нейронным отведениям очень мало и они не всегда то есть по сути дела там есть одна-две работы и они в общем то не всегда могут регистрировать именно нейроны от скажем интересующих гомологичных областей но при этом могут только те которые им доступны по клиническим показателям тем не менее если вести речь вот именно о как бы вот зеркальной системе да у человека то по сути дела как я уже сказал его основные данные они получены при помощи нейроимиджинговых методов при этом ну вот есть одна работа Мукамеля с коллегами в которой они регистрировали как раз инвазивно проводили инвазивную регистрацию от дополнительной моторной коры и гиппокампа и тоже обнаружили что есть нейроны которые специфично отвечают именно на наблюдение движений соответственно именно совершаемых человеком ну в данном случае здесь переводится картинка из статьи которая значит ну активации при значит наблюдении соответственно движений связанных с манипуляцией с объектом это те движения которые в общем-то ну как отмечается в основном вызывают активацию зеркальных нейронов у обезьян и также значит движения которые у человека значит активация которая наблюдается при движениях не связанных с манипуляцией значит с объектом причем по некоторым данным это как раз тоже может отличать человека от других приматов у которых не всегда как бы наблюдение совершаемых не объектно ориентированных движений не всегда практически не вызывает по некоторым данным как раз активацию зеркальных нейронов по сути дела вот эти данные говорят о том что у человека вот эта вот обширная сеть она обслуживает ну как бы не только выполнение движения но его кинестическое воображение то есть попытку вызвать у себя ощущение этого движения причем ну как бы существует дискуссия на каком уровне при таком воображении движений происходит торможение двигательной команды оно соответственно есть гипотеза что как раз это в этом участвует дополнительно моторная кора и она тормозит некоторый выход из соответственно ну некоторый выход моторной коры либо что существует как бы параллельная команда на мотонейроны которая не позволяет им двигаться ну как бы в пользу последнего факта говорят те исследования в которых при задании наблюдать ну точнее не наблюдать а воображать движение людям собственно говоря людей просят ну расслабиться и при этом регистрируют либо миограмму либо что еще более как бы может быть точно это некоторые ну например при воображении сжатия регистрируют скажем с помощью акселерометов микродвижения и наблюдают подпороговую либо миографическую активацию либо микродвижение при этом правда человека можно научить воображать движение так что у него вот этот подпороговая миограмма или там микродвижение перестанут регистрируется то есть с помощью такой обратной связи но при этом наблюдают схожую активацию вот соответственно то что то что касается ну как бы того что известно про двигательное если говорить теперь про двигательное обучение то многочисленные данные которые получены с помощью нейроимеджинга и каких-то нейронных отведений и в общем-то полученные из собственно эмпирики занятий спортом говорит о том что существует несколько стадий двигательного обучения первая фаза включает в себя быструю фазу где наблюдаются собственно внушения могут наблюдаться в ходе самой первой тренировочной сессии и консолидация когда после первой после несколько часов после первой сессии тоже могут наблюдаться некоторые двигательные улучшения потом приходит медленная фаза когда уже двигательные улучшения возможно с помощью продолжительных тренировок и пока последняя стадия включает автоматизацию двигательных актов уже как бы они начинают не требовать такого внимания такого контроля как на первых стадиях и последнее можно сказать это состояние удержания когда уже выполнение движения может происходить и после тренировки может происходить после некоторого промежутка может быть и длительного времени но при этом выполнение специализированных движений тоже оно будет возможно здесь следует отметить что в этом двигательном обучении активно участвует не только корков области но и базальные ганглии и мышечок то есть в принципе все структуры задействованы движения сюда здесь тоже принимают участие ну соответственно если вести речь по изучению движения то в принципе изучением движения занимаются ну помимо понятно тех методов о которых я сказал то есть методы нейроимеджинга нейронных отведений изучение движения на уровне мозга могут применяться естественно методы электромиографии которые регистрируют электрического активность мышц и могут применяться наверное более естественно хронологически старые методы биомеханики так ну это здесь я хотел рассказать про может быть я сюда сейчас вернусь потом значит вот если вести некоторый исторический экскурс то как бы первые такие описательные ну понятно что на самом деле движением человека интересовались многие философы и ученые и в общем-то поскольку ну естественно было накоплено много эмпирических знаний потому что движение это то чем собственно говоря человек взаимодействует с окружающим миром ну вот такой вот биомеханический если можно так выразиться описательный анализ движения относит первое относит к работе Джованни Альфонсо Боррелли который в общем-то создал некоторый свой капитальный трактат о движении животных в котором он попытался как-то систематизировать движения различных животных человека исследовать их в том числе и с точки зрения законов механики законов исследующих движений рычажных систем и он достаточно большой труд в нем в общем-то 23 главы и этот труд был издан уже через год после его смерти считается таким первым или как бы одним из первых уже систематических таких трактатов на тему организации движения его биомеханических свойств ну естественно тогда термин биомеханика никак не применялся в общем-то инструментальные исследования такие уже биомеханического плана относят к работам Этиена Жюля Море или Морея это соответственно уже 19 век и в общем-то он достаточно много придумал хитроумных устройств для того чтобы изучать движение в частности вот здесь есть пример циклической фотографии он активно использовал метод соответственно фотографии и здесь показан например человека которого надет темный костюм с окрашенными полосками и точками характерными которые при его движениях видны на такой вот то что называется циклограмме движения по сути дела это такой вот уже вполне осознанный то что называется motion capture то есть регистрация движений именно позволяющего делать какой-то количественный анализ здесь переводится пример устройства в котором ну как бы здесь есть несколько таких пневматических датчиков которых собственно которые регистрируют давление ну тут не показано давление скажем при ходьбе меняется в них давление при различных движениях и собственно вот здесь доброволе сдерживает такое устройство которое изменение давления по сути дела регистрируется таким самописцем и тоже получается такая вот запись движения в принципе это уже эти исследования вполне себе в русле биомеханики единственное что по всей видимости Море он не решал как бы обратную динамическую задачу то есть так систематически не вычислял те усилия которые возникают при тех или иных движениях но тем не менее он заложил основы такого инструментальной методики для исследования движений соответственно вот среди отечественных физиологов ну естественно физиологи никакие они не игнорировали движения но вот можно отметить работы Ивана Михайловича Сеченова в частности вот его очередь рабочих движений где тоже происходит во-первых и анализ собственно говоря свойств мышечного аппарата и попытка как бы механического анализа различных движений связанных там есть и приседания и вот значит поднятие рук вставания на одной ноге и в принципе как бы ну можно отнести наверное к важной идее которая была сформулирована им это собственно идея использовать как раз анализ двигательных актов для возможных расшифровок как раз функций мозга то есть формулировка такой идеи как бы по сути дела исследования снизу вверх то есть использование кинематики использование количественного анализа движения для попыток вот исследовать соответственно высшие функции мозга также являются важными работы Алексея Алексеевича Ухтунского причем ну помимо собственно исследования нервно-мышечного аппарата он в общем-то одним из первых высказал ту мысль что управление движением это по сути дела как бы ну устранение или так сказать уменьшение того большого количества степеней свободы которая присуща вообще живому организму двигающему ну и в частности человеку ну в принципе вот наверное как бы родителям российской биомеханики по праву считается Николай Александрович Перштейн который в общем-то всю жизнь занимался как раз исследованием движений здесь приводятся его основные работы и при этом соответственно ну во-первых можно отметить что он имел большой талант экспериментатора он усовершенствовал методы Морея причем до такой степени что в принципе мог регистрировать движение скажем ходьбу с частотой там до 100 герц это по сути дела уже сопоставимо с современными системами регистрации движений совершенно достаточно для количественного анализа подобных его род движений естественно он использовал и кинематограф и другие инструменты для регистрации движений но при этом надо отметить что он пытался не просто их описать качественно при этом строил как бы уже динамические модели то есть пытался вычислить те усилия которые возникают те крутящие моменты и силы которые возникают в суставах например или на конце скажем рабочего инструмента для того чтобы уже производить как бы динамический анализ движения вот при этом он также создал концепцию как бы от уровней движения и к разным уровням он относил движение которые обеспечиваются рефлекторными петлями движения которые обеспечиваются с участием экстрапирамидной системы и к самому высшему challenges движения которые обеспечиваются у человека новой корой и считал что Как раз эти движения являются наиболее, если так можно сказать, продвинутыми двигательными актами, они обеспечивают большое разнообразие тех действий, которые доступны человеку, причем он называл это, по сути дела, ловкостью в своей работе о ловкости и развитии. Здесь написано 1991 год, это естественно издание, понятно, что он эту работу сделал гораздо раньше, он как раз выделяет вот это свойство ловкости, то есть способности двигательно реагировать на постоянно изменяющиеся условия внешней среды, использовать некоторую находчивость для решения двигательных задач. И это он считал самым высшим уровнем двигательной организации. И, собственно говоря, сейчас можно использовать для регистрации движений различного рода устройства, в частности, либо оптические системы, либо, если приводить пример нашей лаборатории, то такая вот электромагнитная система, в которой положение сенсора в пространстве и его ориентация, она регистрируется за счет того, что там есть катушки и генерирует базу электромагнитного излучения, соответственно, то, который на них наводится, позволяет вычислить их пространственное положение. Ну, здесь пример того, как они установлены. То есть в этом смысле нам, конечно, гораздо проще, чем Морея или Бенштейн, но у нас есть еще и компьютеры, которые позволяют делать соответствующие вычисления, а все вычисления, которые делали ранние экспериментаторы, были, естественно, аналоговыми. Соответственно, ну, дальше я, может быть, приведу некоторые примеры уже биомеханические из нашей работы и, соответственно, ну, значит, вот что можно сказать про свойства движений у человека, которые я, может быть, постараюсь как раз проилустрировать. Это некоторое богатство, то есть большое количество степеней свободы. Некоторые считают, что это, как бы, называют это избыток, но на самом деле, скорее, здесь лучше использовать термин, как бы, богатство, потому что оно позволяет решать многие двигательные задачи различными и, в том числе, нестандартными способами, обеспечивает, ну, как бы, большую свободу движений и приспособляемость. Важно понять, что в отличие от, скажем, каких-то машин, да, управляемых или роботов, присутствуют, как бы, эластичные свойства мышечного аппарата. И они, в принципе, ну, во-первых, они, естественно, связаны со свойствами самих мышц и соединительной ткани, которые не являются там абсолютно жесткими телами, но не только. Я тоже постараюсь это проиллюстрировать. Также постулируется, что, в общем-то, такое движение, оно, в принципе, невозможно без постоянных обратных связей. И действительно, количество обратных связей, которые обеспечиваются и на уровне нижних мод нейронов, и на уровне спинальных генераторов ходьбы, и на уровне подкорковых систем, и базальных ганглиев, и корковых систем, там постоянно присутствуют многочисленные циклы, которые, ну, как бы, такие круги обратной связи. Все движение, оно происходит именно под действием обратной связи, иначе управлять системой с таким большим количеством степеней свободы было бы невозможно. Здесь следует отметить, что вот в этих вот петлях обратной связи существуют достаточно большие временные затяжки, что с точки зрения, как бы, стандартной теории управления является довольно, ну, скверным, вообще-то, фактом, потому что большинство, собственно, алгоритмов, практически все, наверное, да, как бы, систем управления, в том числе роботизированным устройством, они этой задержкой пренебрегают, и в технике она действительно очень мала. На самом деле она играет огромную роль, ну, и здесь, как бы, есть богатство способов, которыми может быть достигнута и решена двигательная задача. Соответственно, вот, если вести речь о упругих свойствах мышечного аппарата, то такая, ну, как бы, здесь можно проиллюстрировать одной работой вот Александра Алексеевича, которая называется «О возможности, как бы, вот, линейного моделирования движения, как бы, руки». Собственно, эта работа возникла, как бы, вот на фоне дискуссии о теории равновесной точки, которая была предложена Фельдманом. Эта теория говорила о том, что на самом деле, вот, как бы, нервная система в конечном итоге выделяя в пространстве тех управляемых параметров, в котором в конечном итоге все можно свести, например, это суставные углы. Ну, естественно, тут эти суставные углы напрямую не измеряются нервной системой, потому что, вот, как я уже показывал, те, как бы, волокна, которые, чувствительные органы, которые есть в мышцах, они реагируют на динамику изменения длины и на натяжение мышц, то есть, по сути дела, это, как бы, уже такие вычисленные параметры, но в конечном итоге считается, что в их терминах, как бы, задается некоторая желаемая, как бы, референсная точка, по сути дела, для всей системы, и ее отклонение компенсируется как раз по такому вязкоупругому закону, который реагирует на отклонение в терминах суставных углов, и здесь нет точки, как бы, на отклонение по скорости. Соответственно, то, что тот член, который реагирует на отклонение ошибки по кинематике, это член, называемый жесткостью, а другой член, который реагирует на отклонение по скорости, это, как бы, такой вязкий, ну, называется вязкостью, то есть, такой аналог вязкой круглой пружины. И, соответственно, при желании двигаться, система сдвигает вот эту референсную точку линейно в нужные ей направления, а движение, как бы, обеспечивается, вот, все возмущения, которые там могут быть, они таким законом, как бы, компенсируются. И, соответственно, вот мышечные моменты, они вычисляются на основе, как бы, вот этой регуляции. С этой, как бы, ну, теорией спорил, ну, в основном это были работы Кавата, которые говорили о том, что на самом деле, скорее всего, требуется точное вычисление мышечных моментов на основе, как бы, решения обратной задачи динамики, и такого закона недостаточно. И, как бы, в качестве контрпримера приводилось то, что если взять эксперименты с возмущением, например, движения руки, то по ним можно, в принципе, оценить, попробовать вот эти параметры, как бы, эквивалентные. Понятно, что это некоторый такой интегральный параметр, который включает в себя все регуляторные там цепи и свойства, как бы, эластичного мышечного аппарата. Но вот у них получалось, что там возникают какие-то неправдоподобные коэффициенты, причем коэффициенты прязкости были вообще отрицательные, что с точки зрения теории управления это вообще был нонсенс. И, как бы, ну, это была одна из основных направлений критики этой теории. Ну, вот Александр Сеевич как раз сделал такую, ну, взял за основу использующуюся модель. Теперь здесь добавлены, как бы, сигналы от, ну, условные сигналы от нейронов, рефлекторная петля и, соответственно, нисходящий сигнал, который обеспечивает двигательную команду. Он моделируется за счет, ну, как бы, вот этот сигнал задает некоторое наше желаемое положение. Вот эти уже петли обеспечивают, ну, и, собственно, свойства этой мышцы обеспечивают нам вязковые круги свойства. И в этой работе он показал, что на самом деле важна даже не сложность вот этой вот нелинейной модели мышечного аппарата с какими-то пружинами, а для описания, как бы, экспериментальных данных и получения, ну, как бы, стабильных коэффициентов стабильного управления жесткости и вязкости, которые были бы согласованы с экспериментальными данными, очень важно учитывать вот эту временную задержку, которая берется, ну, из различных, имеет различные, как бы, источники. Ну, во-первых, как минимум, это динамика выхода кальция, потом динамика передачи, просто возбуждение рефлекторной петли, динамика прохождения, так сказать, сигнала через кору и подкорку области. Соответственно, вот эта вот задержка, ее учет как раз и позволяет, собственно говоря, ну, здесь вот эта вот модель как раз используется. Она как раз позволяет описать и экспериментальные данные, и получить разумные, как бы, вот эти коэффициенты. Но что отсюда следует? Что, как бы, если действительно такая модель адекватно описывает управление движением на вот этом уровне, то получается, что вот эти коэффициенты, они, в общем-то, не могут быть произвольными. И это было показано тоже Александром Алексеевичем и Алексеем Владимировичем Александровым, которые разработали теорию, в общем-то, так называемую теорию естественных синергий, которая, если говорить вкратце, позволяет, ну, как бы, описать динамику вот этой системы с многочисленными степенями свободы в виде, как бы, набора независимоуправляемых движений, по каждому из которых вот такой вот контроль, вязкоупругий, может производиться нервной системой отдельно, что очень сильно, во-первых, упрощает расчеты и, по всей видимости, может использоваться нервной системой для того, чтобы не, как бы, вычислять в конечном итоге вот эти вот коэффициенты, которые, на самом деле, вот если здесь брать общий вид, ну, двигательный человек, там, двигательные системы, они, на самом деле, матричные, и их размерность, как бы, она равна числу управляемых степеней свободы, соответственно, вычисление коэффициентов – это, по сути дела, пропорционально квадрату числу степеней свободы, если вычислять их, как бы, в явном виде. А в этом случае можно управлять, как бы, просто независимыми такими движениями. И, собственно, были проведены эксперименты с группой Хорок в Америке, где давалось возмущение на платформу с помощью вот такого вот здесь грузика, разъединяющегося магнит, и с помощью возмущения, и по их откликам было показано, ну, и также по записям кинематики наклоняющегося человека было показано, что, в принципе, движение адекватно описывается в терминах вот таких вот синергий, как бы, которые могут вести себя независимым. Ну, здесь они названы по названию, как бы, суставов преимущественно, в которые входит, как бы, вклад. То есть каждая такая синергия, она, ну, как бы, она характеризуется, что, ну, как бы, весами вклада в суставной угол в каждом суставе. При этом, несмотря на то, что есть, как бы, преимущественный вклад, он, на самом деле, задействует и все остальные суставы, каждое такое движение. Так вот, какой можно вывод сделать из этой, как бы, теории? То, на самом деле, по величине этих коэффициентов, и это, в принципе, подтверждается для моделей движения руки, существуют такие, как бы, области устойчивости, в которых, ну, область устойчивости – это, собственно, как бы, область, откуда можно брать эти параметры для управления этими синергиями, для того, чтобы, в общем-то, управление было возможным, не было каких-то поразительных колебаний. Ну, то есть, с точки зрения теории управления, это только те коэффициенты, которые могут быть, как бы, в петле обратной связи. Так вот, из этой, ну, как бы, из всей этой математики и из моделирования, как бы, вязкоупругого мышечного аппарата с задержкой и вот из этой теории собственных синергий следует, что, на самом деле, вот эти коэффициенты, эти области, они ограничены. Они ограничены по величине, эти коэффициенты, они не могут быть очень большими. А если они не могут быть очень большими, это означает общую, как бы, податливость этой системы и некоторую задержку, с которой она реагирует на внешние возмущения. То есть, по сути дела, как бы, ее такая эластичность и податливость, она вызывается не только, и, может быть, даже не столько, свойствами мышечного аппарата, а вот необходимостью, как бы, бороться, так сказать, ну, не бороться, точнее, а учитывать вот то время распространения сигнала, управляющего его временную задержку, которая происходит в нервной системе. И также принципиально, что, хотя и эти системы, ну, как бы, вот эти системы собственных движений, каждая из них управляется отдельно, но так важно то, что, как бы, вот поскольку каждая эта синергия затрагивает многочисленные суставы, ну, и, по сути дела, она, значит, обеспечивается многочисленными группами мышц, управление это происходит, ну, то есть, как бы, оно зависит, ну, то есть, как бы, вот движение, как в каждом отдельном суставе, да, по какому степени свободы, оно зависит от того, значит, как система движется или какие возмешения приходят и на другие степени свободы. То есть, это такая зависимость, которая, ну, тоже, так сказать, обеспечивает, ну, то есть, за счет этой податливости, она, как бы, вот есть влияние многих степеней свободы друг на друга. Ну, и эта теория была проверена на такой модели стоящего робота с пневмомышцами, который называют пост-урок-2 в Германии в лаборатории профессора Мернера, и, ну, было показано, что она, в принципе, адекватно обеспечивает стояние наклона такого робота на платформе, вот как раз с учетом больших временных задержек в петле обратной связи, в том числе и вызываемых не только искусственно, но и, собственно, свойствами, ну, в данном случае, вот этого пневматического мышечного аппарата, который был в этом роботе задействован. То есть, такая теория, она, как бы, с одной стороны, и имеет экспериментальные подтверждения, с другой стороны, вот она еще была проверена в железе. Ну, в данном случае приводится пример областей устойчивости для, как бы, вот, модели человека, стоящего на качающейся платформе. И показано, что, опять же, есть большое ограничение на размер вот этих вот, величину вот этих вот всех коэффициентов. Ну, они есть и в терминах, собственно, синерки, и, соответственно, если их пересчитывать в терминах степени свободы, то они тоже будут ограничены. Другая, так сказать, проблема вообще вот в биомеханике – это моделирование суставов и моделирование, собственно, вот этих степеней свободы, которые, по которым происходит движение. И в данном случае, вот, мы, значит, вот эту работу делала Елена Владимировна Бирюкова, и сейчас мы это продолжаем делать. То есть, это исследование точности, во-первых, приближения руки с помощью динамики системы твердых тел, что делают практически при любом анализе биодинамики, и систему того, как устроен сустав, потому что он на самом деле и неточечный, и имеются различные поверхности, как бы, да, друг относительно друга движущиеся движения, как бы, по… если рассматривать различные углы суставные, например, переведение-отведение, сгибание-разгибание, они двигаются неотносительно ни одной и той же точки, оси их превращения неортогональны, но вот, на наш взгляд, как бы, такое описание позволяет более адекватно получать картину движения. И оно было использовано для… ну, как бы, в работе, про которую я тоже хотел бы рассказать. Это работа Елены Владимировны с французскими коллегами, которые ездили в такую командировку, или, можно сказать, в экспедицию в Индию, где есть городок, в котором, ну, его население занимается такой вот огранг камней, которые там добывают и сделают из них украшения. Соответственно, как бы, вот задача… Так, вот видео. Видите, увидела. Ну, ладно, хотел показать видео. То есть там есть такая наковалинка, которая прижимает вот этот вот камень, по нему стучат молоточком, и на самом деле, как бы, ну, нужно придать такую форму цилиндрическую, которая потом его отполирует, и будет украшение. Соответственно, здесь важно сделать правильный скол, и это на самом деле достаточно такой непростой навык, которому вот эти вот огранщики учатся чуть ли не десятки лет. Соответственно, вот было проанализировано движение групп таких людей, и из них были выделены… А, вот сейчас здесь и видео включилось. Ну, соответственно, из них были выделены люди, которые являются экспертами высокого уровня по признанию их коллег, и, в общем-то, по количественной оценке результатов в виде формы камня, которые, получается, тоже проводились, как бы, эксперты более низкого уровня, ученики высокого уровня и ученики как бы низкого уровня. При этом нужно отметить, что, несмотря на то, что здесь написано, как бы низкого уровня, все эти люди, они там уже лет 10 этим занимаются, и у них двигательный вот этот инструментальный навык достаточно высокий. При этом, значит, для их регистрации как раз используется вот эта электромагнитная система для регистрации движения руки, и также были установлены датчики на конец молотка и на его ручку, то есть, по сути, делать такое исследование в духе Бернштейна. И вот было показано, что, как бы, если… Ну, значит, что движение, как правило, если сделать, как бы, вот, его анализ термин с основных углов и взять его анализ главных компонентов, то оно описывается одной и двумя компонентами. Причем здесь, как бы, ну, наибольшую вариабельность вот по, скажем, основной, да, как бы функциональной компоненте, а ее функциональность оценивалась по тому, как она связана с движением как раз конца молотка, которое приводит к нужному, как бы, удару. Вот вроде бы есть, выделяется один человек, у которого наибольшая, как бы, вариабельность. При этом вот эта вариабельность, она присуща именно человеку с самой высокой квалификацией. И здесь видно, что если рассматривать, ну, как бы, движение в терминах двух главных компонентов, попытаться нанести его на плоскость, то разброс, как бы, у группы экспертов самого высокого уровня по попыткам, он гораздо больше, чем у, как бы, даже экспертов более низкой квалификации и у учеников. То есть, по сути дела, получается так, что их движение, которое обеспечивают, как бы, функциональную, значит, ну, да, соответственно, при этом это движение их, ну, как бы, руки, движение молотка, при этом у них очень стереотипное, и в плане, так сказать, того, под каким углом они ударяют, и в плане результата, который получается. То есть, по сути дела, вот их как раз богатство, именно функциональное, ну, вот, богатство использования степеней свободы для совершения традиционального движения, оно как раз тем выше, чем более опытный человек. И как раз, видимо, за счет вот этой вот свободы, вот этого богатства, это позволяет им наиболее точно достигать двигательный результат, получает. При этом были также исследованы остальные компоненты, главные компоненты движения, которые, ну, как бы, считались не функциональными. И видно, что функциональные, хотя компоненты наиболее стереотипные у учеников, то разброс у них по, как бы, не функциональным компонентам движения гораздо ниже, и он тем выше, чем ниже уровень человека. То есть, по сути дела, это такое количественное подтверждение еще и того факта, что профессионалы не совершают лишних движений, и вот по объему вот этого вот разброса не функциональных компонентов был, как бы, вот такой вычислен некоторый потенциал на тренировке. То есть, экспертам более низкого уровня осталось преодолеть вот некоторый такой чуть-чуть, небольшой, как бы, такой отрезок, и чтобы стать экспертом высокого уровня, а ученикам еще есть, как бы, куда расти. То есть, эти эксперименты тоже подтверждают то, что я там писал. Это как раз богатство степеней свободы, богатство в выборе достижения именно конечного результата, который может быть стереотипен, но достигаться при этом он может гораздо большими способами. И чем опытнее человек, тем, как бы, он больше способов решения двигательной задачи может задействовать. Вот. Ну, также можно отметить, что, нет, опять же, в духе физиологии, как бы, физиологической школы, можно использовать для климатической регистрации, это используют, так сказать, очень часто, в клинике для, как бы, вот, диагностики или для, как бы, восстановления, оценки восстановления двигательной функции. В частности, вот, мы использовали это для оценки двигательной функции, восстановления двигательной функции после инсульта, когда можно подобрать, подбирается, как правило, некоторый репертуар движений, и потому, как человек его совершает, можно оценить различные параметры движения, то есть, ну, оценить, какие участвуют силы, если какой-то, например, дисбаланс, если, скажем, вести речь, ну, в данном случае, речь идет о руке и движении, как бы, в одной степени свободы, поэтому можно оценить по изолированности. Ну, если речь идет, например, о ходьбе или поддержании позы, можно смотреть какую-то асимметрию, смотреть, ну, есть ли какие-то дисбалансы в тех усилиях, которые возникают, то есть, можно смотреть на какую-то периодичность траектории, гладкость, влияние тремора и так далее. В этом смысле, как бы, объективная регистрация движений, она очень сильно помогает в исследовании различных патологий, ну, и их можно связать уже с теми или иными, например, повреждениями мозга. Ну, это, наверное, все, что я хотел бы рассказать. Получилось как-то, может быть, ну, не очень хорошо, потому что это такая большая тема, которую, на самом деле, как-то очень трудно было вместить в рамках одной лекции. И я говорю, может быть, коллеги добавят, но единственное, что я вот хотел, как бы, дать некоторые, ну, по сути дела, ну, как бы, набор, получается, таких ключевых слов, по которым просто существует огромное количество работ. Огромное количество работ существует вот по всяким схемам корковых взаимодействий, по, значит, переключениям, по участию базальных ганглиев, различных аспектов движения, которые я здесь тоже не рассматривал. Там строят огромные схемы, в которых вот легко запутаться, и я даже вот в одной из них сегодня запутался. Вот, ну, это говорит о том, что на самом деле вот в управлении движением, а по сути дела это то, чем мы взаимодействуем с внешним миром, участвует огромное количество задействованных ресурсов нервной системы, причем ее, как бы, получается такая иерархия, которая сложилась эволюционно от рефлекторных петель до базальных ганглиев и, соответственно, новых образований в виде коры. Все это задействовано и очень тесно взаимосвязано. Вот, поэтому, ну, вот такой вот обзорный, может быть, материал, который я еще пытался проиллюстрировать какими-то нашими исследованиями. Спасибо за внимание. Ну, соответственно, если есть какие-то вопросы или дополнения от коллег, то буду рад ответить и как-то выслушать. Спасибо.